Сегодня я покажу вам результат необычного эксперимента. Я специально целый день ел практически только один крахмал. И вечером посмотрел под микроскопом, что там стало с кровью. Я частенько смотрю свою кровь вечером после разных схем питания. Так как именно вечером происходит накопительный эффект. И результат получается наглядней. Плюс мы в большинстве никогда не питаемся в монорежиме. Мы готовим блюда, которые состоят из множества ингредиентов. Поэтому если хотите, формат такого видео я тоже буду иногда выкладывать. Итак, на утро были съедены макароны и лапша из рисовой муки с салатом. На обед супруга испекла лепешки с рисовой и кукурузной мукой. Ел я это с чаем. На ужин она приготовила мису суп с тофу. Я с этого супа взял только бульон и овощи. Тофу не ложил и вместо него положил картошку, которую я на ночь поставил в медленно варку. Затем я подождал 2 часа и проверил свою кровь под микроскопом. Что с ней стало после такой убойной дозы сложных углеводов? Собственно сейчас вы ее и видите. Она визуально выглядит очень хорошо. Эритроциты отталкиваются друг от друга, не слипаясь между собой. Если увеличить кровь в 2000 крат, то видим. Неактивные лейкоциты среднего размера. Бактерии не видно. Вязкость крови хорошая. Под увеличение в 5000 крат бактерий практически не видно. Лейкоциты в основном среднего размера и неактивные. Гляньте, мне удалось хорошо настроить фокус и контраст. И теперь у этого лейкоцита можно увидеть даже ядро. Что практически нереально увидеть без подкрашивания мазка. А гематологические красители убивают все живое в крови. Поэтому в лабораториях и не видят ни бактерий, ни живой иммунитет. Так, пока вы не кинулись налегать на крахмалы, хотел пояснить, почему так произошло. Дело в том, что при более-менее чистом кишечнике и здоровой микрофлоре в нем, такое состояние крови будет у всех. Бифидо и лактобактериям не важно, что есть. Клетчатку, фруктозу или крахмал. Причем крахмал может быть даже термообработанным. У меня, например, термообработанный бобовый прекрасно сквашиваются и получается что-то похожее на сметану. Поэтому тут все зависит от микрофлоры. Если в кишечнике будет преобладать гнилостная микрофлора, то эффект будет примерно такой. Это моя кровь с похожим экспериментом. То есть я тоже целый день ел крахмалы. Но это было до голодания и после эксперимента с молочкой. Тогда я сильно попортил свою микробиоту. В общем, я в очередной раз убеждаюсь, что здоровье сильно зависит от микроклимата нашего кишечника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!